Вновь у нас в этой рубрике Ольга Иорданская, Ольга Кумишева, Охайо! Здравствуйте! И мы отправляемся вновь в Японию. Я так понимаю, что раз мы будем говорить о других городах, Нара, Киото, Осака, города в Японии все чем-то отличаются, да? У них какая-то своя отдельная история. Вы знаете, это просто классические города, куда едут в основном туры, куда отправляют туристов, так скажем, и самостоятельные тоже туристы. То есть это такой маленький треугольничек, самый популярный в Японии. Но на самом деле есть более интересные места, которые, может быть, я тоже расскажу, да? Но так как это вот классика, да, то есть... Чем они славятся? Почему туда все едут? Нара первая столица Японии, Киото вторая столица Японии, Осака гастрономическая столица Японии. Ну, да, да, то есть... Ну, и кроме того, Осака это центр развлечений, даже киоцы покидают свой город, чтобы ехать в караоке, хотя у них тоже есть караоке, но они едут в караоке петь в Осаку, причем целая очередь по выходным. То есть если хотите потусить, можно сразу в Осаку? Да, это район Датамбори, то есть когда я везу туристов, тоже немножко прорекламирую себя сейчас, в октябре тоже делаю два тура, как классическую Японию, так и не классическую Японию в Альпийские горы Японии. Вот. И я везу вечером сюда в район Датамбори. Это такой очень злачный район, где много ресторанов, и туристы всего мира туда стекаются, чтобы попробовать кухню. То есть там самые яркие вывески неоновые и каналы. И такое впечатление, что это маленькая японская Венеция. Да, люди гуляют, кушают в ресторанах, шопятся, потому что очень много магазинов. То есть на самом деле это район бывший американских, так скажем, военных, которые там после войны осели, и они, в общем-то, и создали, так скажем, вот этот Датамбори. Еще рядом на районе ее так и называют Америка-Мура, то есть любовь Америка. Они везде, где побывали, там после них остались. Америка-Мура, да, Америка-Мура, да, на всю жизнь. Так же, как Паттайя. Да, 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 совершенно верно. Ну я хочу рассказать все-таки о местах, которые не сильно, так скажем, посещаемы, немножко аутбэк, так скажем. И вот есть такой парк, как Кедера. Вы не приедете туда вот так свободно, не заплатите за вход, потому что туда не пускают, нет свободного входа. Это закрыли еще в 1977 году, когда чуть не вытоптали. То есть это, да, там прекрасный сад, который состоит из 130 видов мхов и лишайников. То есть как Кедера так и переводится, парк мхов. И там своя экологичная такая, так скажем, экология сделана, чтобы это все, ну сами знаете, да, что лишайник растет там, где очень хорошая экология. Поэтому туда пускают только определенное количество людей и только по заявке. Вот я, например, еще из Новосибирска посылала письмо настоятелю, да, чтобы он прислал приглашение. То есть вы можете войти только если у вас есть приглашение этого монастыря. Причем приглашение приходит в Японию, оно не придет сюда к вам, в Россию. Вот и с этим приглашением там вам назначают определенный час и определенный день. И вы приходите, поэтому приглашение вас пускают. Но вас сразу не пустят в парк. Вы идете на, так как это храм буддистам, да, там есть синтаизм в Японии буддист, то есть это буддийский храм, там идет церемония. То есть вы обязательно должны пройти церемонию. И мало того, что пройти церемонию, вы еще должны написать сутру по-японски иероглифами. Писать-то дадут? Да, все дают. Причем вы на корточках, то есть все по-японски, вы на корточках сидите, перед вами чернила, листочек. Ну, конечно, если вы никогда не писали сутру, вы ее просто не напишите. Как на почте России есть образец. Да, да, есть такой листочек, он такой еле-еле, там видно, но как бы водяные как будто чернила. И вы берете их и обводите. Но вы обводите целый час. Я честно признаюсь, до конца не обвела. То есть как ни старалась. Во-первых, добираться до этого храма очень далеко. Да, и была еще одна японская пара, вот мы втроем опоздали на пять минут. Но нас все равно пустили, потому что у нас было приглашение. И вот я писала, писала эту сутру, думаю, ну что же делать, мне еще половину, а мне же парк, парк. Надо идти уже, да. Вот, ну все-таки дописала, немножко оставила. Потом вы не оставили, хотела на память себе это оставить, но это что? Ну да, старались ведь. Да, старалась. Нет, надо сдать. Почему? Потому что это не просто сутра. Это сутра пожелания. Это сутра вашего желания. То есть вы не просто пишете, вы о чем-то думаете, да, вы думаете. И потом вот это вот сутра монахи делают службу вечером. И ваше пожелание обязательно должно сбыться. Да, это все ритуал, то есть не просто так. Ну как у нас тоже в храме записки пишут. Да, вот, только не час. И потом вам дают свободное время два часа. То есть опять, очень строго рекламентированно. Вы не можете там сидеть медитировать сколько хотите. Два часа. Но два часа хватает вполне. Нет такой вот скучности, да, что много народа. Там огромное озеро, вы вокруг него идете. И вокруг каждого участка свои, так скажем, лишайники, мхи. Спокойно, наверное. Да, очень спокойно, очень красиво. От времени года, ну сразу хочу сказать, лучше ехать осенью. Самое красивое время там именно осенью. Почему они о таких местах не рассказывают по телевизору? Про то, что у них там лес есть, куда все ходят умирать. Про это они прям всем рассказали. А вот про такой парк никому. Это закрытое место. Я же говорю, что определенное количество в день туристов. Ехать никогда вообще не пускают туристов. То есть, ну, то есть, может быть, 3-4 раза в неделю. Ольга, как будет по-японски реклама? Я как Якубович сейчас. Есть у них такое слово? Нет, у них, конечно, есть, но реклама. А я могу только по-английски. Adventistment. Вот оно самое. Да, сейчас. Япония с Ольдой Орданской, вторая серия. Что еще можно интересного увидеть вот в этих городах? Вообще, очень много закрытых мест, куда не все туристы ходят. Атагу-Минбуцу, например, маленький храм, который находится во Россияме, любимом месте отдыха японцев. Туда тоже добирается не каждый турист. Чем знаменитое это место? Он очень маленький, вроде бы, храмик на Атшебе, да? Но там вот около 1300 маленьких будд, или, как их называют, раканы, последователей будды. А раканы сделаны, то есть, был такой конкурс, архитектор Японии объявил конкурс по всей стране, что он научит людей вырезать, даже человек, который никогда это не имел делать, он научит вырезать из камня маленькую статую будды. Это как нацки, да? Нет, они, знаете, где-то полметра, да, они большие, из камня, да, как сад, но сделан вот из этих фигурок. Естественно, люди откликнулись, да, из разных абсолютно районов Японии, и каждый вырезал в своем стиле. Тут даже женские есть лики, мужские, детские, с детьми. То есть, они абсолютно имеют разные выражения, то есть, нет ни одной одинаковой статуи, да? И поэтому там гуляешь, они еще за 30, хотя они совершенно новые, но где-то 30 лет им, они уже покрылись мхом и создают такое впечатление старины. Очень интересно гулять, особенно для фотографов, кто любит вот что-то необычное, да? Я бы порекомендовала туда все-таки добраться. Еще я бы хотела рассказать, что 22 октября будет очень интересный праздник, Дзидай Мацури. Вот, да, этот фестиваль. Да, фестиваль. Туда съезжается около 3000 туристов. Где он проходит? 150 тысяч туристов съезжается. Он проходит в самом Киото. А, в Киото. Он в самом проходит в Киото. 3000 участников представляют эпохи разные. То есть, праздник вообще на самом деле молодой, ему всего 150 лет. Образовался в эпоху Мэнди, когда император со своей свитой уехал в Токио, в восточную столицу. И тогда думали, что раз император уехал, чиновники вместе с ним тоже уехали, и город запустеет. И чтобы город не запустили, придумали вот такой праздник для жителей, Дзидай Мацури. В чем состоит праздник? В том, что все шесть эпох Японии проходят перед зрителями. Костюмы сшиты вручную. То есть, это настоящие костюмы тех эпох. Начинается с эпохи Мэнди, то есть, это 19 век. И заканчивается уже глубокой, не то что средневековье, а вообще ранней историей Японии. Кимоно, самураи. Да, там не только кимоно, самураи, там главные герои Японии. Главный Сюгон Токугава представлен на коне. Ну, то есть, Мирамото. Ну, то есть, все их эпические реальные герои. И это идет где-то, начинается в 11 часов утра и заканчивается в полтретьего, где-то вот так примерно. То есть, шествие проходит через центральные улицы города и заканчивается в храме Хайян, которое является маленькой копией дворца того времени. Поэтому, вот, тоже я всегда говорю, что в Японии, она будет интересна, если вы попадете на какой-то ивент, представление, вот, чтобы увидеть. Музей, ну, одно дело вы увидите, это все музей, другое дело вы это увидите на людях. Это будет разное впечатление абсолютно. Еще я хотела... Какие-то, может быть, в эти дни, там, у них, не знаю, скидки в магазине? Да, даже, нет, наоборот. Я просто знаю, что у них уже все дорого. В этот день, наоборот, все взлетает. На столько народу приезжает. Отель приезжает, 150 тысяч туристов, но это, конечно, вот. А вот покушать все-таки дешевле чего-то местного или пойти в какой-нибудь бургер? Ну, я вообще не советую есть бургеры, особенно в Японии. Это понятно, но бывает, что, когда ценник на еду высокий, ведешь, вот, соответственно, фастфуд какой-то выбираешь. Нет, Япония, я бы не сказала, что там высокий ценник. Нет, вы, конечно, если пойдете в ресторан, кухня Кайсеки, да, которая, это именно кухня Килота, да, императорская, конечно, она будет дорого. Но вы можете покушать везде, в любом кафе, это не будет сильно дорого. То есть это будет в пределах 500-600 йен. Ну, по нашим ценникам может быть дорого, но это все равно не так дорого. Это сопоставимо с той же Южной Европой, так скажем, Испанией или там Италией. Безопасно. Вот, да. Но если вы хотите совсем дешево, да, ну, допустим, очень экономный турист, то, ну, это надо, конечно, идти тогда в магазин. За дошиком. Шучу. Суши. В магазине продается суши, в магазине продается уже комби, это уже готовые какие-то обеды. Съедобно, безопасно? Да, съедобно, безопасно. И совсем такой вариант перекуса, анигири, пирожок, корицевый пирожок с любой начинкой, с икрой, с креветкой или там 100 йен, ну, 60 рублей, 70 рублей на нашу жизнь. В кино часто показывают, что они их там кушают, пирожки. Да, да. Популярная такая еда. Да, популярная, да. Все, ладно, перекусили, едем дальше. Мы как-то, город Нара, мы вот как-то проехали его. Да, проехали. Вот давайте коснемся его немножко. То есть самые популярные сайты в городе Нара это Тетадзи и Касуга-Тайся. Тетадзи это где находится вот этот огромный буддан, Добуцу, да. И многие приходят, просто пофотографируют и уходят. Ну, то есть на этом посещение закончилось. На самом деле там много интересных фишек. Есть такая фишка, где надо пролезть. Вот если ты пролезешь, значит все, твои грехи... Откуда пролезешь? Через что? Куда? Ну, такая небольшая дырочка. Но на самом деле японцы, они же худенькие, да. Вот, и не каждый пунец там пролезет. Я думаю, европейцы там не суждено бы вообще пролезть. Так, а если пролезешь, что будет? Грехи. А, грехи. Да, снимутся, да. Вот они так интересные, я хочу рассказать, что во многих храмах есть такие фишки, не все они просто знают. Многие пришли, пофотографировали и ушли. А на самом деле там есть подземелье, куда надо спускаться. И там глубокая-глубокая темнота. Вот, если вы хотите посетить этот подземелье, я очень советую делать без, когда нет туристов. То есть рано утром или поздно вечером, когда схлымевает уже основной поток, тогда вы переживаете какие-то действительно необыкновенные чувства. Вы идете по лабиринту, где темно, вот полностью темно. Вы вообще даже свое тело не ощущаете. Ну, держитесь за стену. Причем это лабиринт. То есть вы постоянно куда-то поворачиваете. Вы не знаете, когда оттуда выйдете. И вы нам, Ольга, советуете идти одним туда. Чем будет меньше народа. Да, потому что если кто-то вам дышит в спину, или вы боитесь наступить на пятку предыдущего, потому что идет... Это еще страшнее. Теряется эффект. И вам надо при этом что-то найти. Вы не знаете, что. Это еще и квест. Вот, ну, да, и если вы... Выход, собственно. Нет, если вы нашли ручку, то это ручка, которая ведет в рай. То после смерти вам обеспечено, что вы точно попадете в рай. Еще какие-то варианты находок нет? Или только ручка? Нет, у каждого храма свое. А, у каждого храма. Да, у каждого свои фишки. Да, у кого-то ручка, у кого-то... То есть в каждом храме есть такое подземелье? Не в каждом. Ну, многие известные храмы, да, они есть. То есть это надо спрашивать. Я бы не пошла. Я бы вот в дырочку пролезла бы. Нет, подземелье я бы не пошла. Вот, допустим, в Киото... Можно я выйду? Ты ручку нашел? Нет, иди обратно. В Киомедзедеры точно это есть. Вот, но вернемся к Наре. Основные храмы у Нары, они вынесены за город. Вот, дворец императорский вынесен за город. Но вот я, честно говоря, боюсь, что многие будут разочарованы. Потому что это такой новодел, который где-то в пустыре что-то стоит. И я считаю, что как-то мало стоит посещения. А вот в самой Наре очень много красивых парков. И я советую, помимо основных, Касуга-Тайся и Тагайдзи, все-таки погулять по этим паркам. Они просто великолепные, с озерами. Есть вот эти районы бывших купцов, тоже там погулять можно. Ну, то есть маленькие храмики, они тоже имеют свое очарование на самом деле. Вот такая аутентичность, которую, опять я говорю, местных туристов просто привозят на автобусах. Вот они кучкой проходят основные достопримечательности, а больше ничего не смотрят. Ольга, вы так все время интересно рассказываете. Нам никогда не хватает времени. Я чувствую, что у нас будет Япония, часть третья. Даже не успели эту смешную историю сказать. Вот давайте, я как раз приеду из тура. Вот. Да, я делаю очень интересный тур с 13 по 22 октября. Мы едем в горы, куда вообще не ездят туристы. Вот. И мы едем в такие онсены. Ну, я уже рассказала, что это такое, да, по-моему. Едем в Hot Spring. То есть у меня больше по-английски приходят в голову, да, горячие источники, где погружаемся в японскую среду, живем в Риаканах, едим настоящую японскую еду, а не то. Класс. Вот об этом вы нам обязательно расскажите по возвращении. Мы вас будем очень ждать. И как, возвращайтесь к нам в студию. Да, и возвращаюсь к вам в студию. Спасибо большое. Ольга Орданская была у нас в гостях. Спасибо.